Мне очень приятно быть с вами и... Ничего не меняется, правда? Мне так приятно. Можно я несколько минут в вашу теплоту? Вы говорите, вы не меняетесь. Я смотрю на вас, вижу отражение и говорю, да, мы не меняемся. 20 лет прошло, как я впервые вошел к вам, как пастор, так же волновался, как сегодня, и с улыбкой говорю, ничего не меняется. Вы такие же молодые, красивые, интересные, умные, пытливые. А меняется только то, наверное, что уже на детской истории сидят наши внуки, правнуки, да, дети тех, кто сам был ребенком. Меняется красиво зал, в котором когда-то вот впервые вы зашли, и я... Что-то меняется, что-то нет. Но не меняется еще то, что все эти годы во время проповеди мы открываем Священное Писание, правда? И поэтому, прежде чем я попрошу вас и сам открою то место Священного Писания, на котором, сосредоточив внимание, я хочу подарить вам одну цитату об этой книге. Я недавно прочел ее, и поэтому с большим удовольствием сейчас это сделаю. Послушайте, это выдержка из журнала, я читал журнал «Альфа и Омега», есть такой журнал в нашей церкви, за 12-й год была статья доктора Роя Адамса. И вот послушайте, как красиво он говорит об этой книге, которая действительно не меняется. 20 лет одно и то же. Со стороны это вызвать может улыбку. «Эта таинственная книга была задумана так, что мы можем провести несколько жизней, исследуя ее невероятную глубину, но так и не достичь дна. Но в то же время обычные, необразованные люди могут иметь прямой доступ к ее самой важной вести, необходимой для их вечной жизни». Красиво, правда? Да, богословию нет предела, но для того, чтобы быть спасенными, богословие никчемно. И я в этой жизни, в своей жизни в этом убедился уже давно. И все, что я сейчас сделаю, это... Я не буду стараться погрузить вас в какое-то особенное богословие, а просто повторю вместе с вами один эпизод, прочту его. Эпизод «Диалога Иисуса Христа». Прошу вас, дорогие, когда я буду прочитывать, гости наши для вас специально буду это делать с этого места. У тех, у кого есть Библия и Евангелие, вы можете открыть. Евангелие Теана, 10 главу. Прошу вас, давайте попробуем быть участниками этого диалога. Вот кто в каком качестве это... Я знаю, в каком я качестве. Я поделюсь с вами, не назову, какой персоной я был в этом диалоге. Но, повторяю, давайте каждый посмотрим на этот разговор, на этот диалог, подумаем о себе, и вот кем бы я был в этом диалоге, на чьей стороне, или, может быть, участником этого диалога, и что бы я говорил, как бы я ответил. Итак, Евангелие Теана, 10 глава. Давайте откроем это место Священного Писания. Хочу сказать о контексте. Прежде чем вот начну чтение, а это не с первого текста, Иисус Христос неоднократно в этой главе говорит «Я пастырь». Без всякой скромности теперь уже говорит «Я добрый пастырь». «Я та дверь, единственная дверь, в которую, войдя, вы можете обрести спасение». Он это говорит и ученикам своим, и тем, кто еще не верит в Него, и тем, кто полон бездна, знаете, знаний. Вот отпечаток этот был на лицах учителей. Они пытаются его проверить событиями Библии, Священным Писанием. Они никак не могут поверить в то, что это Он, вот этот сын плотника. Очень разношерстная публика. И Он им говорит всем «Я пастырь добрый, я отвечаю на ваш вопрос, вы спрашиваете, кто ты, я говорю вам это, теперь открытым текстом повторяю, да, да, я тот, кого вы ждали». И вот 22 стих, 10 глава Евангелия Теана. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме, в притворе Соломонову». Я остановлюсь сейчас, дорогие, для того, чтобы кому-то просто напомнить, для гостей наших, может быть, это будет интересно, исторический контекст того, что это было. Какой праздник праздновали тогда в Иерусалиме, между прочим, и сегодня это очень празднуемый день в среде израильского народа. Праздник обновления, он празднуется 8 дней. Что это за история? В 167 году до новой эры, до того, как мы теперь уже, историки, вот разделили эру на новую и старую, до Христа, после Христа. Итак, 167 год. В Иерусалим входят войска Антиоха и Епифана. Для тех, кто хоть как-то касался богословия, это имя говорит о многом. Некоторые даже говорят, что это тот антихрист, который описан в книге Даниила. Именно о нем, многие верующие говорят, о нем писал пророк Даниил, когда звучали страшные слова, что он разорит святилище, что он осквернит дом Божий, что он сядет на этом месте святыни, выдавая себя за Бога. Потому что этот человек, захватив Иерусалим, вершил страшное. Он оскверняет храм, он ставит во святом святых Бога Зевса, он приносит в жертву нечистых животных, он все, что только можно было осквернить, он это совершил. Более ста тысяч историки говорят, иудеев было пленено, убито и уведено с Родины. Этот Антиох Епифан, он ненавидел саму мысль единобожия. Он был от темени до подошвы исполнен греческого мышления, многобожия, поклонения вот всему тому, что называлось богами. Он не скрывал это, он говорил, я искореню эту нацию, я искореню это само понятие о том, что есть только один Бог, это абсурдность. Через три года восстание и братья Маковеи, кто знает, что есть неканоническая Библия, это вот как раз те события. Братья Маковеи поднимают восстание и выбили эти войска. Они побеждают, они очень быстро наводят порядок в этом святом месте, они восстанавливают жертвенник, они вычищают, вымывают все, что было опозорено, испачкано, обезображено. И вот в память этому событию иудеи празднуют праздник обновления. Он нес себе не только вот ту добрую физическую память о событиях войны и победы. Учителя Израиля обязательно говорили об обновлении внутреннем. И вот представьте, в этой ситуации, в этой обстановке, в этот праздник Иисус Христос приходит в храм и, как некоторые коммитаторы говорят, гуляет по храму. Я прочитываю дальше. 24 стих, 10 глава Евангелия Теона. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты, Христос, скажи нам прямо?» Иисус отвечал им, «Я сказал вам, не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную и непогибнутого век, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего, за которые из них хотите побить Меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Я прошу оторвать ваши взоры и внимание от текста. Я в самом начале просил вас, попробуйте с пониманием отнестись, дорогие, не только к тому, что говорит Иисус. Скажите, пожалуйста, вам понятна ревность иудеев, вот тех, кто сейчас противостоит Иисусу? Еще штрих исторический. Вы знаете, что, и помните, конечно, это же теперь уже Римская империя, да? А Римская империя – это глубочайшее язычество. Это боги все и вся. Они обожествляли императора, даже еще не умершего. А уж когда умирал, это был бог богов. Боги, боги, боги. И поэтому иудеи – единственная нация, народ, который старался сохранить Единобожие. Более того, они празднуют сейчас этот праздник обновления, помня то, что эти попытки уже были в истории неоднократно. И представьте себе, вот такое доброе, реянное отношение к истине. Вы согласны с этим? Это же истина. И тут они, спрашивая Иисуса, скажи, ты или не ты, Мессия? Он им говорит, ну что сказать, ну что? Я говорю – не верите. Делаю – не верите. Вот как раз до этого шло описание того, как он исцелил слепорожденного. Теперь уже мужчину, который вырос в слепоте своей, он его исцеляет. Вот посмотрите, глазами, да, 9 глава заканчивается этим. И они между собой даже спорят, одни говорят, нет, это бес в нем. Другие говорят, да не может быть, он исцеляет, не может быть. Ну скажи, ты или не ты? Вот скажите, пожалуйста, ну попробуем, это не святотатство. Вот если вас так пытают выдать истину, и вы говорите, ну вот привел доказательства, эти доказательства, слово, дело, жизни, ничего не срабатывает. Ну какой еще аргумент может быть? Что вот скажите делать Иисусу? Он говорит, я не знаю. Ну он не говорит это, я пересказываю. Что еще сказать? Говорю не слышите, делаю не верите. И тогда, дорогие, послушайте, что он говорит. 34 стих. Иисус отвечал им. Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было слово Божие и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я сын Божий. Как вам этот аргумент? Как бы вы отреагировали, дорогие? Вот я сейчас очень хотел бы быть участником этого диалога. Вот есть сомнения, допустим, да? Ну мы вправе сомневаться, правда? Мы, может быть, до сих пор в чем-то сомневаемся, истинно или не истинно. И вот он приходит и говорит всем нам, сидящим здесь, вы боги. Вот вы еще сомневаетесь, что я мессия? Вас коробит от того, что я говорю, я и Отец одно, я сын Божий, вас коробит? Вы? Мы же только в первой части говорили, как надо быть осторожными в словах, да? Прямо в пору хоть вот, знаете, я иногда понимаю институт монашества в православии. Вот чтобы быть таким совершенным и святым, наверное, точно надо уйти просто, правда? Жить в келье. Ну как, как обуздать, как? И вот он говорит им, хорошо, ничто не помогает вам увидеть во мне мессию. И поворачивает вектор ко всем слушающим и говорит, тогда я вам вот что говорю. И не я говорю, а ваш закон говорил, вы боги. Как бы вы отреагировали? Ну, дорогая семья, община замоскворецкая. Иисус вам сегодня говорит, вы боги. Еще больше недоверия. Одно мнение. Есть еще? Если вы боги, то он скажет, что он бог. А, вот как здорово. То есть, если я, все относительно. Если мы боги, то тогда, вот хорошая мысль. Как бы вы отреагировали, дорогие, вы можете смело так вот примерить к себе это? Он говорит, хорошо, не верите, не видите, не слышите. Тогда я просто-напросто говорю вам, вы боги. Побивайте друг друга камнями. И более того, посмотрите в текст, дорогие. Он говорит, это ваш закон. То есть, это не я вас называю богами. Ваш закон говорит, что вы боги. Откуда это он взял? Из священного писания. Он процитировал, дорогие, 81-й псалом. И они понимали, что вот теперь в западне они. Потому что, потому что это слова Писания. Потому что они наизусть учили Писание и Псалмы особенным образом. Многие сегодня нараспев даже поют эти псалмы. Давайте посмотрим на этот Псалом. 81-й псалом. Вот тот аргумент, который Иисус приводит и говорит. Хорошо. Не верите? Не принимаете? Хорошо. Вас так пугает это определение, что я Сын Божий? Так вы же тоже дети Божьи. Вы же сами боги. Давайте откроем то место священного писания, которое здесь приводит Иисус Христос. Наверное, это последний уже аргумент. Что можно сказать? Вы спрашиваете меня? Не хотите слышать и видеть? Ну, хорошо, тогда я говорю вам вот что. 81-й псалом. 607-я страница книга Библии. Ветхий Завет. Я прочту, дорогие, этот псалом. Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и открывать, оказывать, простите, да, оказывать лицеприятие нечестивым. Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, и сторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют. Во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги. Вот эта фраза. И сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследовал все народы. Я сейчас для тех, особенно для наших гостей, для тех, кто читал и знал это место, просто напоминаю, да, вы же понимаете, о чем речь? Вы согласны, что здесь речь идет о людях? Да? Да, речь идет о людях, это слово Божье, к народу Божьему. И он называет их богами. И я сейчас еще предложу одно место Священного Писания, которое приравнивает эти два понятия. Господь говорит, вы, вам дано судить народы. Правда? Только судить так, как я предлагаю вам. Справедливо, честно. И вот все то, о чем он здесь говорит, вы действительно боги, потому что... Потому что слышали слова самого Бога. Потому что приняли эти слова, и вы были единственным народом, который должен был и несет это единобожье. Вы действительно боги, потому что вы стали одно с Богом. Это произошло там, на Синае. Помните эти события, да? Когда Моисей услышал, взял, принял это слово Бога, спустился к народу и провозгласил его. Господь говорит, да, это вы. Вы должны были своей жизнью, своей проповедью судить все народы. Как мои дети. И он называет их богами. Давайте я еще одно место священного писания предложу вам. Книга Исход, 21 глава. 80-я страница, Ветхий Завет. 21 глава. Я прочту 6 текстов. Книга Исход. И вот законы, это Бог, говорит Моисею, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. Если он женат, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою, детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его предбогов. У вас в Библии есть сносочка? Что там написано? Кто это? Судьи. Как называли судей? Боги. Нам страшно произносить это, да? Нам страшно это произносить, потому что это в среде народа Божия, который напрочь отвергал идолов, который говорил только один, и только один Бог на земле. Да, и в этой среде Господь говорит, я называю вас богами. Я называю вас моими детьми. Я хочу, чтобы вы были теми, о ком сейчас вот в Евангелии от Иоанна Иисус говорит, я и Отец одно. И вот здесь это место Священного Писания показывает нам, что в среде народа Израильского это понятие было. Оно не резало слух. Но что же произошло, дорогие, что прошли века, и вот приходит тот, кто говорит, я и Отец одно. Я Сын Божий. Они хватаются за камни и говорят, замолчи. Ты не можешь это произносить. Ты не должен это произносить. Это богохульство. Я сейчас останавливаю свою проповедь и расскажу вам один рассказ. Это рассказ, который я прочел у Богослова, который размышляет над этим местом Священного Писания. Мне показалась очень красивая эта иллюстрация. Представьте себе, город, небольшой город, в котором было, знаете, как средоточие музыкантов, композиторов, у которых была большущая такая, знаете, вот, ну это когорта, да, это гильдия людей искусства. И вот внезапно их покидает маэстро-учитель. Он уходит из города. Это становится известно. Они приходят к нему в дом и видят среди груды разбросанных бумаг лежит свиток. На нем написано, подчерком учителя для гильдии музыкантов и композиторов от маэстро. Они раскрывают эти листы и видят, что это партитура. Это партитура. И сразу понимают, что это маэстро. Он, уходя, оставил что-то особенное. Какой-то шедевр. Они раскладывают листочки эти, берутся за инструменты и пытаются сыграть. И ничего не получается. Ничего не получается, но дерзнуть на то, чтобы отвергнуть эту партитуру. Как? Это же от учителя. Это же от маэстро. И они понимают, что в этом определенные, ну, мы бы сегодня, наверное, сказали, может быть, даже и какой-то вот магнетизм. Они говорят, нет, 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 не все так сразу. Надо, наверное, очиститься. Надо, наверное, поститься. Надо особенным образом молиться, чтобы суметь сыграть это. Это же от маэстро. Партитура пытаются переписывать, размножить, передают друг другу, оповещают горожан. Все с восторгом говорят, да, это наследие самого учителя. Да, это его партитура. Мы услышим когда-нибудь эту мелодию учителя? Говорят, стойте, не святотатствуйте. Вы думаете, это так просто? Попробуйте, сыграйте. Мы, даже мы, еще не можем пока. Каждый приходил домой и втихую пытался сыграть. Не получалось. Они видят, что это шедевр, это что-то особенное, но признать, что не могу, стыдно. И тогда эта партитура возводится в ранг святого слова. Святой партии, которая когда-нибудь зазвучит. Когда-нибудь обязательно зазвучит. Надо просто необходимо время, приготовление. Каждый должен вникнуть в себя и тогда. Проходят годы. Однажды в город пришел какой-то незнакомец. Поселяется в самом центре, на втором этаже гостиницы. И каждый вечер открывает окна и начинает играть. Это что-то невообразимое. Мелодия то взымает, поднимает вверх, то падает вниз, то говорит о чем-то возвышенном, то о чем-то таком, что трогает сердца, и люди плачут. Кто-то смеется. Но все понимают, что каждый в этой мелодии видит и слышит свою жизнь. Более того, не просто жизнь, а какую-то надежду, какую-то радость, какое-то ободрение. Приходят и все те, кто составляли гильдию, элиту. Они приходят, слушают. И каждый из них понимает, что звучит та мелодия. Звучит та мелодия, которую они еще ни разу не проиграли. Но свитками, которые обладают они и только они. Кто этот проходимец? Кто этот проходимец, который вдруг делает то, что не делали они? Они только настраивают народ, себя на то, что вот еще немного, еще больше очищения, еще больше святости. Вы же знаете, к чему вы прикасаетесь? А он играет. И это она. Они спрашивают его, послушай, кто дал тебе это право? Откуда у тебя это? Но он прерывает их и говорит, я сын композитора. Я сын маэстро. Я пришел для того, чтобы зазвучало то, что он оставил вам в наследии. Я готов не просто показать. Я хочу научить вас, дорогие, и пусть это зазвучит. Стой, кричат они. Не святотат, стой. Ты проходимец. Какое право ты имеешь? Какое право ты имеешь учить нас, нас, обладающих этим оригиналом? Мы лишь под строжайшим контролем нашей гильдии выдавали копии тем, кого знаем, кого неоднократно проверяли. Чей род и таланты известны горожанам. Кто ты? Впрочем, они его выгнали. Они его выгнали. А народ так и остался с тем, что услышанная мелодия в сердце, в душе, в сознании. Партия этой мелодии в руках. А кто ее проиграет? Кто ее проиграет, эту мелодию жизни? Дорогие, в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, происходят эти события, согласитесь. Он, понимая, что уже ничто не может помочь этим людям увидеть в нем Мессию, говорит, хорошо, вы же сами боги. Вы же должны играть эту мелодию. У вас же в руках эта партитура, разве не так? У вас же есть и закон Синая, у вас же есть уже и Нагорная проповедь, у вас есть все те ноты, которые должны играть мелодию жизни. Я хочу научить вас этому. Но вы же кричите, иди прочь. Вы же не верите, не слышите, не можете или не хотите. Дорогие мои, как часто мы слышим, говорим, иногда спорим даже об истине оправдания по вере. Знакомая есть? Что первично? Дело или вера? Вы знаете, что Мартин Лютер на то послание, которое мы сегодня изучаем, Иакова, вы знаете, как он его обозвал? Соломенное послание. Почему? Потому что он так устал жить постулатами дел в римокатолической церкви, что когда читал Иакова, думал, ну вот тебе на. Опять то же самое. Нет, это не может быть от Бога. Нет! Как же, как же все это соединить? Христос, наверное, как этот музыкант, правда, как этот маэстро говорит, вы не устали еще так вот только глазеть, только облизываться на эту мелодию жизни и не играете ее. Вы все время спорите между собой, я, 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 я себе сейчас это говорю и вам, дорогие. Нет, не тычу. Ты, Александр, даже учишь этому уже 20 лет, вот только здесь. А слабо проиграть? Просто взять и проиграть? Чтобы люди, слыша, говорили, это мое, это моя мелодия. Я понимаю это, это мой Бог. А Господь говорит, знаешь, ты мой сын. Ты Бог. Я называю тебя. Я единственный источник того, что может дать тебе силы, возможности и право проиграть эту мелодию жизни. Так будь со мной. Разве у тебя не хватает для этого счастья чего-то? Скажите, чего вам не хватает для счастья быть спасенными, дорогие? Язык? Он лишний. Ну, отрежем мы его. Вы знаете, как немые ругаются? Ну, глаз вырвем. Вы знаете, как слепые, что творят? Я жил рядом с комбинатом слепых. Я, по-моему, вам рассказывал как-то. Рядом жил с целым поселением. Это назывался у нас комбинат слепых. Это Содом и Гамора был. Они ничего не видят. Немые так ругаются. Я это тоже видел. Поверьте, учиться не стал. Этого хватает. Что же происходит, дорогие, в жизни нашей? Мы все знаем, правда? Мы обладаем этой партитурой. Я хотел бы, чтобы Слово Божье ободряло нас с вами, дорогие. Мы же практически... Я говорю о себе и верю, что и вы можете это смело сказать. У нас все есть для того, чтобы быть счастливыми людьми. Разве не так? Разве мы чего-то не знаем? Господь абсолютно все оставил нам для того, чтобы мы были счастливы. Знаете, по роду своего служения уже четыре года я очень часто и много бываю в командировках. Три недели назад я летел в Саратов. Саратов, местные линии, ничего не предвещало. Я сдал, зарегистрировался, сдал все вещи. И только потом вижу, что... Я не знаю, почему регистрировали. Вот десятки рейсов, сотни, наверное, и только один красным. Уже, видите, я не меняюсь. Такой молодой, что уже тоже не вижу. Я подошел, это мой рейс. На четыре часа рейс в Саратов задерживается. Я в Домодедово. Ну что делать? Вот честно вам скажу, никому приставать не стал. Ну, с Евангелием. Что делать четыре часа? Я купил книгу. Александр Солженицем. Раковый корпус. Я много слышал просто об этом произведении. Здесь четыре часа я решил почитать эту книгу. И вы знаете, я сейчас поделюсь с вами этой цитатой. Я был потрясен. Люди, насколько верующие, не мне судить. Он знает, он об этом там так не пишет подробно. Но он пишет о том жажде жизни, переосмысливании жизни тех людей, которые подвержены этой страшной болезни, которым осталось жить совсем немного. И они вот здесь начинают понимать, как мелочно все то, вокруг чего часто вращается моя жизнь. Вокруг чего портятся отношения. Во имя чего и чего ради мы спорим. Во имя чего и вообще зачем так живем. Если осталось-то жить, если осталось видеть солнце, воздух друг друга. Если осталось что-то сказать, может быть, не так много, что люблю, прощаю, прости и люби. И я хочу цитату из этой книги. Послушайте, дорогие. Совсем не уровень благополучия делать с счастливыми людьми, а отношения сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то, и другое всегда в нашей власти. Значит, человек всегда может быть счастлив, если он хочет этого. И никто не может ему в этом помешать. Я прочел это. Это для меня стало жизнеутверждающим. Скажите, что это не так. Разве не отношения и наша точка зрения на жизнь? Разве не это делает нас счастливыми? Потому что точка зрения на жизнь – это та партитура, правда? Которую в руках мы держим, проповедуем. Тот маэстро, который не хочет уходить из моей жизни и говорит, трудно дается эта нота. Вот эта нота. Сегодня, да? На повестке дня. Язык. Трудно дается. Но я рядышком. Хочешь, я научу. Как же приятно чувство победы. Вот сегодня эта мысль звучала. Я был у Наташи в классе. Как приятно это чувство победы, правда? Когда думаешь, ну надо же, удалось. Вот не съязвил, не ответил. А ведь мог. А могу. А способен. И я вижу здесь рядом маэстро. И говорю ему, спасибо, Господи. Спасибо. Потому что это не мое, это твоя партия. Она зазвучала. Она зазвучала так, что тот, кто рядом, услышал ее и говорит, знаешь, ну ты молодчина. А вот откуда у тебя эта сила? И я, понимая, что я такой же, как он, говорю ему то, что мы называем проповедью, газеты, социальное служение. И поставьте сюда все то, что мы творим, вершим и делаем. Называя это миссионерской жизнью. Звучит мелодия жизни. И заканчивая свою проповедь, я сейчас напомню вам ту цитату, она у меня в Библии. Я знаю, что я ее в замоскворецкой церкви читал. Не помню когда. Но послушайте, дорогие. Она созвучна с этой темой. Это Господь говорит, да, да. Нам действительно дьявол все время говорит, что ты ущербен, что никогда больше ничего у тебя не получится, что все это замкнутый круг, ты лучше не станешь. И через 20 лет ты тот же. Нет, это не так. А Иисус сегодня говорит, знаешь, знаешь, кем я тебя называю? Он тебя называет ущербным. Он тебя называет игрулей, которая и двух нот не может сыграть, да, по жизни. А я говорю, что ты Бог. Хочешь быть Богом? Хотите, дорогие? Ну не бойтесь. Мы боимся, правда? Мы очень похожи становимся на тех фарисеев, которые говорят, не-не-не. Знаешь, вот, Александр, вот сейчас будь осторожен. Не надо. Всему есть свои рамки. Вот подойдем сюда поближе и посмотрим. Ну это, ты знаешь, надо быть скромными. Послушайте. Это диалог двух великих людей. Один из них атеист, а второй верующий христианин. Итак, я зачитываю. Это цитата в книге, между прочим, Джорджа Вандемана. Истина или пропаганда. На заре христианства языческий писатель Цельс, насмехаясь над Иисусом, назвал его самым странным из учителей. Смотрите, что он говорил. В то время, как другие взывали, придите ко мне достойный, добродетельный, этот одинокий учитель провозглашал, придите ко мне отверженные и растоптанные жизнью. В результате эти ужасные люди поверили его словам, и за ним потянулся самый разнообразный человеческий сброд. Это написал Цельс. Это прочитал учитель Ориген и отвечает ему. Верно. Иисус призвал униженных и оскорбленных, но он не позволил этим людям остаться никчемным сбродом. Из материала, который вы отбросили, как бы негодный, он вылепил людей, вернув им самоуважение, дав возможность встать на ноги и посмотреть в глаза Господу. Они были забытыми, ничтожными, жалкими существами. Сын сделал их свободными. Но, прочитывая Евангелие Теана, 10 главу, помните, в этой главе он сказал, «Я хочу, чтобы вы имели жизнь». И какую жизнь? С избытком. Потому что вы мои дети. И скажите, когда вот попытаешься примерить себе это одеяние Господа, стыдно потом, наверное, правда, возвращаться к тому, что позорит это имя. Он назвал нас детьми своими. Давайте не будем ложной скромностью ведомые отказываться и говорить, «Нет, нет, вы дети Божьи дорогие, я тоже, и мы одна семья. Давайте помолимся». Мы так благодарны Тебе, Божий наш, за жизнь, за то, что дыхание жизни еще в нас. Значит, Господи, Ты еще хочешь что-то сказать, чему-то научить, что-то исправить в жизни каждого из нас. И мы благодарим Тебя, Божие. Благодарим Тебя за это слово Твое, слово жизни, которое Ты оставил для нас, чтобы мы могли видеть в нем Тебя вновь и вновь. Господи, ибо Ты ухотя сказал, что Ты пошлешь нам, утешителя, Духа Святого, который будет путеводителем. И мы просим об этом. Дай нам силы этой, Господи. Дай силы особенным образом, когда дьявол настолько глумится над каждым из нас, повергая нас, как ничтожных. Все время показывая на недостатки, на грехи, все время унижая. Господи, прости нас. Мы не святы, Господи, мы не безгрешны, но Ты не бросаешь, Ты не оставляешь. Ты каждого из нас хочешь и сегодня опять особенным образом взять за руку и повести по жизни. И дай нам возможность, Господи, и радость слышать и играть эту мелодию счастливой жизни, чтобы, Господи, мы были счастливы и те, кто рядом с нами. Чтобы они действительно, слыша, понимали и знали, что только Ты, Господь и Бог. Чтобы они шли, Господи, к Тебе и в нашу церковь. И мы с радостью принимали их. Ту семью, в которой Ты, Господи, Отец наш Небесный. Благослови каждого стоящего здесь и сейчас, Божий Небесный, в тех проблемах, в тех переживаниях, которые есть в этой жизни, в нас и с нами. Помоги нам быть выше всего этого. Твоей силой, Господи, идти по жизни, преодолевая все трудности, и однажды встретиться в вечности. Мы благодарим и славим Тебя, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.